так ну шо получается привет я иван это антон все еще да это все сделал та же самая кухня и сегодня у нас будет какое-то мясо сегодня у нас будет шницель на самом деле у шницеля много всяких агрегатных состояний жидким нет это может быть свинина это может быть курица это может быть даже вы мегавяжья может быть тоже шницером но как тут на полосоветском пространстве принято принимать предполагать что шницер это вот типа свинина в панировке или курица сегодня мы сделаем как раз вот обычный шницер который мы все знаем из свинины и называется он венский условно я не знаю да да там догадываются они называют шницель местный шницель да шницель юнген как-нибудь смотри мясо ну в принципе знаешь обычного делают из каеки свиной но можно сделать в принципе из любого куска который пригоден для жарки ну и сначала я вот обью закрой пленочкой ну она достаточно лишь узенькая уже такой тоненькая и сильно отбивать его не надо будет меня длинный шницель слегка придать ему форму более-менее более-менее ровную короче до форму стельки сейчас мы и зажарим как подошву на самом деле так что нам надо для планировки нам надо яичку из него я сделаю лизон резон лизон блевазон чуть-чуть туда солим и кстати соль начнется уже можно насыпать и соли невозможно не очень вкусно удивительно да вот это факт можно даже перца если ты развернешься даже на перец и грампе рачка вляпаться ну типа классический прикол с мясом до 100 перец погнали да больше больше ничего не надо в лизон немножко молока я дам капелюху можно же две капельки можно любую жидкость вообще можно воду можно вообще ничего просто что более однородный был это у меня емкость номер один все я немножко перемешал во вторую я засыплю муку давай прям все возьмем так и третья емкость у меня будет с панировочными сухарями у меня здесь смесь какая-то там утроби не утроби короче я даже не знаю что там так что мы будем делать с тобой вам что-то мне может предложить да я прям вижу мука жижи сухари смотри я буду делать вот так вот вот одной рукой левой туда я лезу право я буду лезть сюда хорошенько обвалял на 5 сюда и опять сюда ну и так раза три я думаю достаточно бы встать ну то есть понимаешь да чем больше я это сделал тем больше будет корочка достаточно одного раза ну как бы зависит от того какую корочку ты хочешь получить и последний слой с сухарями вот эту процедуру стоит делать когда у тебя естественно фритюр уже готов как делать фритюр я уже рассказывал я не знаю что какое видео выйдет первым но в любом случае ссылка будет над иваном или не будет 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 ну ладно чтоб нельзя было закрыто 0 ию все собственно говоря вот себя аккуратненько в принципе в таком виде тоже можно заморозить или охладить как-то продаются вот так вот но конечно лучше сразу подарить и ты знаешь если честно во фритюре будет лучше но чисто в теории можно просто сковородку налить много масла и сделать эту сковородку без проблем вообще каких-то так вот также все ожидание пошло да поскольку там мясо но очень тонко но мы только корочка ждем до что мы имеем ван готовый продукт но получается так как начинаешь он готов ли нет я считаю что в любом случае готов то что ждать и больше не намерен доставай суши и дегустируем выглядит кстати замечательно ты считай первый достанем второй фритюр можно отключить так ну все что из фритюра да все что такое непонятная форма лучше конечно на промокнуть от маслиц лишнее масло до все-таки ушло потом он озера лишнее масло уходит сухой корочка приходит замечательно ну смотри чиницы с картошечкой я продаю как правило не почему-то я не знаю по какой причине но крему принято подавать лимон в этом везде так подаю да может он как рыба как рыба но пошли свинина а наш тоже рыбы по сути конечно слухопутная рыба да а наш вышла то получается первое из из чего она вышла из чего бы она там не выходила из моря ну давай посмотрим что там наготовил но она даже сочная даже учитывая наш саненький фритюр надо импровизированный все очень даже прилично пусть остынет может чуть-чуть как картошка из макдака как картошка из макдака да собственно я даже не знаю что тут сказать это просто шницель просто соленый перчатый ну как выглядит так и есть ну да пусть они до панировки готовьте шницеля не слушайте ивана это очень вкусное мясо надо сказать что он на самом деле все наверное пока да 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 новых встреч получается лайки лайки критая или дизлайки подписки колокольчики хорошего настроения и неплохого мяса для прохлады вот чудесный ряда да и чтоб меньше чушь несли вам стыли экранов ухм ухм